Так, еще раз расскажу о лабораторных петлях. Скорее всего, не скорее всего, а самой петлей вообще называется в лаборатории вот эта часть. Здесь она у нас не петля, но почему петля? Она используется в бактериологии, в медицине. В медицине эта петля сделана из специального материала, который хорошо накаляется и быстро остывает. Но на конце он имеет действительно такую петельку. В медицине больше имеют возбудителями, которые имеют такую жидкую структуру. И этой петлей вполне хорошо можно брать отборы материала. Мы в микологии работаем с более таким твердым мицелиям. Ну, не твердым, а более таким структурированным. Когда эта петля нам вряд ли позволит забрать необходимое количество материала. Поэтому для удобства работы я применяю два вида петель. Сразу видно, что одна петля, вот, ну не петля, скажем, вот это держатель, ну и петля. Будем называть ее лабораторной петлей. Одна короткая, другая длинная. Длинная, есть их два, у меня, каждого вида. У меня есть две разновидности. Вот эти, что-то я запутался. Вот эти короткие, они предназначены для работы с чашками. Для чашки не нужна длинная такая петля. Вот эти длинные, они рассчитаны для работы с пробирками. Понятно, что длинную пробирку, чтобы изъять из самого дна материал, то они должны быть длинными. И каждой, значит, вида есть по две разных таких вот модификации. Сейчас вот эту отложим и еще раз продемонстрируем. Значит, вот. Сейчас мы возьмем так фокус. Ну вот так приблизительно они выглядят. Как видите, здесь специально она расклепана и заточена для того, чтобы из нее получался ножик. И такой петлей можно делать со скоб. Можно делать, отрезать и накалывать. Здесь немножко другая модификация. Она больше предназначена для немножко других целей. И вот она имеет такую вот сапку, я бы сказал. Она тоже здесь заточена для того, чтобы удобно было отрезать саму среду. И здесь есть вилка, которой можно среду кусочек наколоть. Вот если необходимо. Ну вот этой прочности и жесткости хватает. То есть питательная среда не настолько твердая, чтобы что-то там усложнять. Здесь сделаны вот такие вот, они просто расклепаны. А сама ручка изготовлена из обыкновенной велосипедной спицы. Вот таким вот образом сделаны ручки. Ее можно обрабатывать и удобно очень держать. Она вот помещается в руке. То есть любые мероприятия довольно-таки удобно проводить такой петлей. Можно держать ее в любом удобном состоянии. Вот, хорошо держать за ручку и все такое. То есть самодостаточно и просто. Больше ничего, скажем, не нужно. Вот. Все, что хотелось рассказать. Ну и в магазинах медицинской техники продаются какие-то ерунда. Там деревянные ручки лакированные. Но это вообще не, скажем так, не для лабораторных работ, не для миколога. Это так для случайных людей. Вот. Очень удобные такие модификации. Можете себе изготовить. Ну, вообще, честно говоря, еще насчет вот этого материала, вот этих наконечников самих, то я их изготовляю из спирали от бытового, ну, для бытового обогревателя. Он довольно-таки толстый. Они хорошо накаляются до красна. Ну и быстрее так вот остывают, чем обыкновенный металл. Вот. Выдерживает хорошо множественную прокалку. Затачивать их дополнение даже не приходится. Хватает нам вот этой заточки. Вот такая вот штука. Следите за каналом. Будет у нас еще множество интересных и полезных публикаций. Ну и на этом пока все. Спасибо. 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 Спасибо.